Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Смотрите. Вести себя в этой ситуации можно и нужно, в соответствии с тем, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы подруга вас услышала и вновь стала вести себя с вами. Иначе, как раньше. Вот. Нужно вам что-то менять. Дело в том, что вы столкнулись с такой ситуацией, где человек в силу определенных обстоятельств развивается активнее, сильнее, интенсивнее, чем вы. Но может быть даже не столько сильнее, сколько вот именно развитие наиболее... Ну, оно отчетливо заметно, потому что подруга оказалась в другой среде, абсолютно отличающейся от той, в которой вы находитесь. И в этом, как бы, все дело. Это нужно учитывать обязательно. И это нормально, что вы, как бы, оказались в такой ситуации, к сожалению. Это первое. Второе. Значит, как бы... Если вы хотите, чтобы подруга вас начала воспринять всерьез, или, ну, воспринять как-то, да, то... Ладно, нужно что-то для этого делать. Когда вы ведете себя вот так, как вы ведете, ну, это осуждено, очевидно, эффекта никакого не имеет вообще. Потому что... Для подруги только становится очевидно, что вы в ней нуждаетесь, и не более, не более того. Вот. Но это уже вам решать. С точки зрения психологии, это ощущение ненужности... Оно у вас... Было... Всегда. Скорее всего. Или... Довольно большой промежуток времени, довольно давно. Просто подруга компенсировала вам это чувство, и вы думали, что у вас все в порядке. Но выяснилось, что вы можете чувствовать себя ненужнее. Выяснилось, что ребята чувствуют себя нужнее цены, и вам нужен другой человек. Это, к сожалению, свидетельствует о том, что вы себя обесцениваете. Вот. С одной стороны, и с другой стороны... Ну, в некоторой степени идеализируйте... Человек. В некоторой степени... Идеализируйте... Другого... Другого, потому что вы нуждаетесь в другом... И здесь идеализация. Ну, и здесь идеализация, она, в принципе, логична. Вот. Соответственно... У вас пока что получается такая ситуация, что вы... Переложили на подругу. Ответственность за... То, что... Вы чувствуете себя... Не нужны. И это... Проигрышный вариант. На самом деле. Проигрышный вариант... По многим причинам. Но, в первую очередь, потому что... Человек ваших проблем не решит... В любом... Вообще... Случае. И... Даже если... Даже если... Сейчас... Вот... Человек... Ну... Она... Допустим... Возвращается обратно... В страну... В страну... Прозывание, да? Где... Ну... Где... Где вы сейчас... Живете, например... А вот... А... То... В страну... Ваши проблемы это не решит... К сожалению... А вот... В страну... Слово... Совсем... А... Потому что... Вы... Зависимы... К сожалению... И... Ваша... Зависимость... Она... Довольно серьезная... Ну... Она довольно серьезная... Ваша... Зависимость... Понимаете? вам нужно решать именно проблемы зависимости, а не налаживая дружбу. Понимаете, дело в том, что дружба это взаимодействие двух равных людей, именно равных людей. Здесь, когда вы говорите, например, о том, что нуждаетесь в подруге, что вы чувствуете себя ненужно и так далее, вот, то вы вряд ли становитесь равны, понимаете. Неравные люди построят отношения, ну, дружеские, чем те люди, которые, вот, считают себя, ну, если кто-то считает себя неравным, они не могут, к сожалению, к сожалению, вот. Поэтому трудность здесь, она именно в этом. И если вам не заняться собой, если вам не поработать над собой, не постараться решить свои трудности, свои проблемы, вот, то вполне вероятно, что подруга вы потеряете совсем, она-то ведь приедет, а когда она приедет, она может не захотеть с вами общаться именно из-за этой ситуации, которую вы описываете. Поэтому если вам подруга сама по себе дорога, как человек, да, как человек, которому вы хотите что-то дать, а не отходить от которого что-то получать, то вам нужно будет менять, меняться самой. Вот. Вы, в принципе, не обязаны этого делать, да, то есть, как бы, вы не обязаны делать это с этого. Но если этого не делать, цена будет такая, понимаете. Ещё один важный момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это то, что вы не готовы делиться чем-то, другим человеком, если вам не дают обратных цены. Вот. То есть, я, конечно, не берусь на сто процентов этого взрослать, да, абсолютно не берусь. Но выглядит всё вот примерно так. Выглядит всё примерно так. И это, на самом деле, не очень хорошее тоже подспорье для отношений, если вы не готовы делиться человеком вот просто так, вам нужно обязательно обратную связь. Ах, вот. И... Как бы отношения, наверное, к этому троятся, ну, немножко иначе. Вот. Я не говорю, прям, что они кардинально должны быть другими, другими нет, но, то есть, они строятся иначе. Хотя бы, ну, немножко. Немножко. Это... Да. Это так. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам, наверное, сказать. Важный момент. Важный момент. Если вы воспринимаете как некую константу то, что вам хочется быть нужной, то есть если вот вы, условно говоря, там, эм... позиционируете, да, ну, вот, себя, что вот, я вот должна быть, я хочу быть нужной, это нормально. Но я боюсь, что психологи вам в этой ситуации помочь помочь не смогут, потому что с позиции, с позиции психолога, как раз таки проблему своей нужности, вам не наличать самой, исключительно самой. Ни в коем случае не через кого-то. Вот это то, что я могу вам ответить. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я желаю вам всего самого доброго и удачи.